Когда исчезнет коронавирус, как от него спастись и что может быть хуже него Книги культура Полночь 4, 7 апреля 2020 года Инструкции по выживанию Когда исчезнет коронавирус, как от него спастись и что может быть хуже него Фото Фото 12 Cinema, Resident Evil Productions, Diomedia Это только кажется, что в половине эпидемии и пандемии виноваты вирусы, потому что во второй половине виноваты бактерии. Так же как и бактерии, вирусы могут быть на стороне человека Или, во всяком случае, играть важную роль в биосфере И роль эта вовсе не сводится к тому, чтобы выкосить половину населения земного шара Обозреватель ленты.ру Наталья Кочеткова собрала 9 лучших книг на русском языке о природе вирусов Анча Баранова Коронавирус Инструкция по выживанию Иствулитрис Название книги стоит понимать буквально Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мейсона, Вирджиния, США Главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАМН, МГНЦ РАМН, Москва Сначала наговорила в интернете пространную лекцию на тему, что такое коронавирус, чем он отличается от привычного нам гриппа, чем опасен и когда уже пора начинать пугаться Если вы точно да, а потом написала про это еще более подробную книгу и выпустила ее на платформе Литрис Это не призыв к самодиагностике и уж тем более к самолечению Это действительно очень подробная врачебная инструкция Как потенциальному пациенту без медицинского образования не наломать дров Ричард Престон эпидемия Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола, Иству Бомбора Коронавирус, Бог миловал, не Эбола Сравнивать теперешнюю эпидемию с локальными, но тем не менее крайне опасными вспышками смертельной лихорадки, случавшимися в Африке с 1967 по 1993 год, о которых медицинский журналист Ричард Престон рассказывает в своей книге, никак нельзя Смертность от Эболы колеблется от 25 до 90%, в зависимости от типа вируса А вот все, что автор объясняет про вирусы вообще, где и как живут в дикой природе, как научаются менять носителя, как приноравливаются к организму нового хозяина, проходя путь от быстрого убийства до комфортного сосуществования, как сами исчезают неизвестно куда, все это не просто интересно, но и крайне полезно для понимания механизмов любой эпидемии Соня Шах Пандемия, Иству Альпина Нонфикшн Не только вирусы, но и бактерии могут стать возбудителями эпидемии и пандемии И научная журналистка Соня Шах подробно рассказывает, как это происходило в относительно недавней истории человечества, на примере коронавируса, но не нашего, а 2002 года Холеры, атипичной пневмонии, лихорадки Эбола, оспы обезьян, вируса западного Нила, птичьего и свиного грибов Но ее интересует не только очаг распространения вируса, китайские продуктовые рынки она тоже упоминает, но и его влияние на жизнь общества, дремучесть граждан, пугливая реакция властей, удачные попытки разных компаний заработать на сложившейся ситуации, способ освещения в СМИ и прочее Книга вышла три года назад, но ощущение, что автор пишет репортаж про сейчас, вас не покинет Джина Калата Гриб В поисках смертельного вируса, ИСТВО АСТ Многие боятся летать самолетом, потому что все знают, что они иногда падают При этом никто не боится автомобилей, хотя число людей, ежегодно гибнущих на дорогах в собственных машинах, ощутимо превышает число жертв авиакатастроф Джина Калата использует примерно ту же логику, только применительно к болезням Вы боитесь рака и спида? Да, здоровый образ жизни и безопасный секс – отличное решение Но вы даже не представляете, сколько людей умерло от банального гриппа И начинает свой осчет он, разумеется, с эпидемии испанки в 1918 году, когда что-то пошло не так, и вирус, вызывающий привычные сопли и кашель, мутировал таким образом Что начал убивать не хуже чумы Причем предпочтение отдавал молодым организмам 20-40 лет Сразу скажу, рассуждения автора о коллективном иммунитете и необходимости вакцинации очень не понравятся антипрививочникам Майкл Корденгли вирусы Драйверы эволюции Друзья или враги ИСТВО АСТ Одна из самых подробных научно-популярных книг о вирусах на русском языке с чуть большим, чем хотелось бы, уклоном в научность То есть назвать это чтение полезным можно, а развлекательным не как Но книга стоит затраченных усилий Базовый школьный курс биологии все же будет полезен ее потенциальному читателю Среди прочего она объясняет странный феномен Строго говоря, вирусы нельзя назваться живыми Но их обширные колонии в организме способны вести себя как разумный расчетливый хищник Кроме того, что вирус может убить тело своего хозяина, а может и адаптироваться к нему Со временем чаще всего так и происходит Он не только мутирует сам, но и способен вызывать эволюционные изменения в организме носителя Кориномеленг вирусы Скорее друзья, чем враги Иство Альпина Паблишер Если вы уже напуганы до такой степени, что готовы пить противовирусные препараты вместо витаминов и антибиотики на десерт На всякий случай, то пора брать в руки книгу заслуженного немецкого вирусолога Карин Меленг Из нее вы узнаете, что не все вирусы ведут себя как эбола и ВИЧ и даже как грипп или коронавирус Начнем с того, что они живут вокруг нас повсюду и внутри нас тоже И это не болезнь, а нормальное состояние организма Человек так давно и так прочно сосуществует в симбиозе с некоторыми вирусами Что уже невозможно нас представить отдельно друг от друга Это динамическое равновесие и гармония называется здоровьем Несмотря на то, что автор ученый, а не журналист, книга вышла все же в большей степени популярной, чем научной Карл Циммер «Планета вирусов» и «Ство Феникс» Карл Циммер – один из выдающихся современных научных журналистов За последние годы на русском языке вышли его книги «Она смеется», как «Мать», «Могущество и причуды наследственности», «Эволюция», «Микрокосм», «Икали» и «Новая наука о жизни», «Паразит царь природы», «Тайный мир самых опасных существ на Земле» Планета вирусов без лишних эмоций, внятно и четко объясняет, что такое вирус и какую роль он играет в земной биосфере Заметим важную роль С помощью вирусов происходит обмен ДНК между биологическими видами Они предоставляют новый генетический материал для эволюции и контролируют рост популяции Они способны воздействовать на состав почвы, климат, свойства воды в мировом океане и пресных водоемах Земли А вы говорите корона Так вирусы ее вполне заслужили Ричард Плетт «Самая чумовая книга» Холера, чума, оспа и другая зараза, иство аст, 6+, Вирусы, бактерии и простейшие, которые вызывают серьезные заболевания и сыграли важную роль в истории человечества Неплохо бы знать в лицо и по имени с самого детства Будет проще объяснить, зачем мыть руки перед едой и почему не стоит облизывать поручни в метро Детская книга Ричарда Плэта вполне может стать проводником в мир занимательной микробиологии Сюжетно она представляет собой экскурсию по лаборатории В которой профессор Крысиус водит читателя от портрета к портрету и рассказывает, чем прославился каждый из героев У нее есть только один недостаток, но это издержки темы, а не авторской подачи материала Разговор о болезнях и эпидемиях невозможен без упоминания числа их жертв Елена Улева однажды в мире вирусов и бактерий, иство клевер, 0+, Незатейливая научно-популярная сказка для самых маленьких Жил-был главный вирус вределоз, и было у него в подчинении много разных вирусов и бактерий помельче И стали они придумывать, как навредить детям, а заодно забрать у них рост и силу Сюжет простой, каждый патоген приходит к вирусу вределозу и говорит Вот я сейчас пойду у этих детей А потом он возвращается и докладывает, что ничего не получилось Потому что дети своевременно вымыли руки, надели шапки и шарфы Сменили мокрую обувь на сухую и теплую и прочее Зато дети узнают, чем потенциально опасно безответственное отношение к своему здоровью И почему взрослые пристают к ним с этой ерундой по 20 раз на дню Наталья Кочеткова Субтитры создавал DimaTorzok